В Адаже прошли военные учения. Именно в Адаже, в самом городе, а не только на полигоне. Рижская минута с Игорем Самовским на время переместилась к месту боевых действий с условным противником. Все учения похожи. Закалить необстреленных бойцов, отработать групповое взаимодействие, разбомбить цели с воздуха и очистить территорию от противника. Учения – это громко. Первыми не выдержали и начали отступать журналисты. Боевого духа и немного комизма. Добавило появление премьер-министра Латвии. С мигалками на войну? Следующий этап. Самолеты должны разбомбить цель. Поможет им в этом система GPS, типа той, что у вас стоит в машине. Скоро выясняется, бомбометания не будет. Погода паспурная. Кто-то сказал, но в Латвии все время облачно. Ничего, ответил американец. В июле посветлеет. Война времени сытая. Это с успехом доказали повара адыжской воинской части. Отварная картошка, кусок мяса, где половина сала, гороховый супчик и яблочный сок. Порадовал только хлебный суп. Классика жанра. Хотя, побегав на свежем воздухе, съели все. А теперь в город. Ада же сдались без боя, а скорее с любопытством и улыбками. Американские солдаты, спрятавшись за деревьями, мусорниками и углами зданий, отрабатывали взаимодействие друг с другом и навыки общения с мирным населением. А мирное население, уже не в первый раз встречающее войска других стран у себя дома, особо не волновалось. Вот мэр Ада же не упустил возможность пожаловаться солдату, что все-таки один человек позвонил и на русском языке сердился от того, что солдатам не место на улицах. Сам солдатик, родом из Пенсильвании, вежливо слушает, но в сущности проблемы не понимает. Потому что в его родном городе, если бы военные появились на улицах, звонков было бы больше. Намного больше. Американцы – народ свободолюбивый. А вот следующий этап учений – обнаружение противника в здании и освобождение этого здания от этого противника. Другими словами, зачистка, сказали, что будут стрелять, и надо вставить затычки в уши. Но вот пока не стреляли. Эстонский солдат объясняет расположение объектов. Кирпич – дом, крышка – боевой пост, смекалиста. Стоимость учений – 11 миллионов долларов, которые заплатили американские налогоплательщики. Их латвийские коллеги вложились на полмиллиона тех же денег. Что такое зачистка, нам объяснять не надо. Насмотрелись в российских фильмах и новостях. Выглядит очень правдоподобно. А вот и пленные. Не давай ему разговаривать, командует чернокожий солдат. Если начнет разговаривать, ставь лицом к стенке и завяжи глаза. Иракская школа. Они все там были по нескольку раз. На очереди Афганистан. Там же служат и 175 латвийцев. Первого декабря часть из них сменят те ребята, что бегали по Адожскому полигону сегодня. Когда сегодня надо было сказать что-то перед камерой, мои коллеги-журналисты залезали в броневики стоимостью 8 миллионов долларов. С угрожающим видом хватались за ручки пулеметов. А дело не в войне, а в том, что учение от слова «учиться». И чему мы все можем научиться на этих учениях? Многому. Тому, что войну оружием не выиграть. Те же американцы говорили, что в Ираке стало тише не из-за военных действий, а когда стали давать местным работу и платить за нее. Мы также поймем, что Афганистан был, есть и будет проблемой посерьезнее Ирака. И просвета там тоже не видно. Учатся не только военные, но и мы. Не боятся солдат на улицах, не охотят миллионов потраченных на войну, когда у самих денег остался, извините за шутку, последний мешок. Учимся верить, что Иран и Афганистан – это наш новый интернациональный долг. Учимся не удивляться, что отчеты, фото и видео с учениями латвийской армии выложат в Твиттере, на Фейсбуке и даже на Дроге МЛВ. И мы учимся понимать, что ничего в этой жизни не меняется. Афганистан остался, полигон в Адаже остался, расходы на оборону остались. И вообще, раньше строили пирамиды, потом интернациональный БАМ, сейчас прошли интернациональные учения. 1700 человек из пяти стран, плюс население Адажи. Умные головы поняли, что люди должны быть заняты общим делом и общей идеей. Хотя, если забыть, что в результате военных действий солдаты могут потерять жизнь или отнять ее у кого-то, день был очень интересным.